и посмотрите они просто-просто это шикарные ну что я продолжаю видео в прошлом остановилось на украшениях и сейчас я вам покажу кое-какой фарфор и красивые вещички надела перчатки, потому что сильно порезала палец так что не обессудьте, кого это нервирует начнем вот с такой красоты, посмотрите они просто-просто шикарные это три яйца я взяла их для себя честно сказать, пока не смотрела, что это такое но их оформление, их дизайн эта работа, она просто вызывает восхищение на них можно смотреть наверное, очень-очень долго такие яички Фаберже ну Фаберже или не Фаберже, конечно, я не знаю но очень красивые их здесь три начнем с самого большого прям такой формат настоящего яйца посмотрите, какая эмаль и это, если я постучу металл сразу скажу, что, кто, возможно, знает мне поможет наверное, был какой-то цоколь да, подставочка здесь вот ничего нет и есть дырочка а, возможно, это что-то другое так что, кто знает, подскажите мне и посмотрите, какая красота да, ювелирная работа лилия эмаль я просто в восторге вот большое яичко также среднее с лилией и совсем малютка она чуть-чуть отличается здесь совсем другой цветочек красота так что скоро Пасха будем украшать квартиру к Пасхе я думаю, что такие вещи они украсят любой интерьер ну и вообще нужно узнать что это такое откуда они такие красавицы или красавцы давайте начнем с лиможского фарфора я люблю лиможский фарфор лиможский фарфор фарфору рознь вы правы все зависит от того когда он был создан кем был создан какой год какое клеймо и так далее но все-таки я всегда восхищаюсь этими вещами и посмотрите какая чудесная малютка такая шкатулка сердца привезти такую шкатулочку в подарок поздравите любимого любимого человека маму сестру подругу по-моему это здорово я также раньше как-то прохладно относилась к галантным сценам а сейчас мне очень нравится рассматривать потому что все детали они разные и расцветка и платье цветы поза в общем все совершенно разное на каждом изделии здесь вот она такая выпуклая открывается вот так да перчатки мне большие я вам сказала поэтому не могу найти мой размер ну уж не без суть и здесь есть клеймо клеймо говорит само за себя это фарфор лиморский это лабель дуэкалите знак качества и эта шкатулочка уже нашла свою хозяйку и если вам нужны маленькие шкатулки тарелочки из лиморского фарфора то обязательно напишите мне на инстаграм или на мою почту мы с вами побеседуем вот такая красота обожаю фарфор вот эта шкатулка также шикарная я вообще очень люблю зеленый цвет это мой самый любимый цвет был любимым цветом моей мамы и просто она шикарная она уже намного больше средний размер ручная роспись посмотрите мы открываем и там чудо сюрприз маленький листик вот такие детали они определяют качество вещи я думаю что на китайских такого не найдешь сейчас очень много подделывают лимоши и в том числе китайцы вот ручная роспись все печати лимош франция очень красивая вещь шкатулки я вам обязательно покажу те которые у меня еще есть и посмотрите на эту прелесть это совсем маленькая тарелочка под обручальное кольцо посмотрите какая прелесть она прям совсем малюточка здесь также галантная сцена он играет ей на музыкальном инструменте чтобы привлечь ее внимание что же у ней там кошка по моему на коленках мне кажется кошка а вам что кажется и у ней в руках букет цветов она им протягивает мне очень понравилась расцветка я люблю зеленый я люблю бордовый и бордо с золотом это смотрится очень аристократично очень элегантно так что вот такая малютка также можно найти ее если еще будет диспониблю в свободной продаже в моем магазине а вот такую вещь я встречаю впервые посмотрите это три тарелочки из лимужского фарфора и также они уже нашли свою хозяйку они все разные то есть сцены представлены по-разному в движении так я скажу 3D нужно наверное как-то по-другому их здесь вот более спокойное здесь начинается люр и здесь голоп голопом по европам в общем вот такие красивые вещи для чего они для кого-то они конечно же пылесборник да для кого-то это шикарные вещи которые просто вид пош освободить карманы для мелочи для ключей для аперитива для ваших украшений или просто для декорации интерьера почему нет для подарка также вот такие красивые три тарелочки и да напишите мне если вы хотите чтобы до того как эти вещи найдут новых хозяев потому что иногда не успеваю снимать я показывала вам просто для того чтобы насладиться посмотреть что делают во Франции что делают из фарфора то обязательно напишите мне я буду стараться снимать такие видео и второй раз мне попалась вот такая шкатулочка я как-то вам уже ее показывала эта шкатулка на ножках она шикарная и внутри у ней бархат вот такая старинная вещь здесь в ней клеймо очень милая и сцена это по-моему бал да а сейчас я вам принесу покажу шкатулку моей свекрови я начала заниматься винтажными вещами выискивать фарфор и как цепная реакция все вещи стояли где-то спрятаны и их начинают выставлять они начинают апресе ими начинают восхищаться то есть пример как говорится заразителен сейчас схожу так вот надо перчатку снять ну вот я принесла все мое добро кое-что вы наверное видели кое-что для вас будет новым итак здесь я просто принесла чтобы сравнить вот показала вам тарелочку и посмотрите сцены галантные на маленьких шкатулках то же самое а вот вот эта шкатулка смотрите малютка это лимош франция написано а вот эта шкатулка она чуть-чуть побольше в принципе тяжело отличить это чуть-чуть поменьше это выпуклее и здесь уже написано лемроды и веришетен это наш город вот в принципе одинаковые шкатулки то ли они закупили у лимош чтобы сделать подарки иногда дарились подарки вот нужно поразмышлять порасспрашивать вот такие две шкатулочки вот эта мне очень нравится я вам ее наверное уже показывала она очень нежная такой у нее рисунок весенний смотрите и тонкий тонкий фарфор это лимош да? да видите совершенно совершенно модель эксклюзивная модель все надписи все лейбы лейблы вся маркировка совершенно разная очень нравится мне вот эта шкатулка миндалевидной формы она просто шикарная вроде простая в то же время вот этот цветок это наверное лилия очень красиво смотрится и видно что это ручная роспись посмотрите есть такие выпуклые участки так посмотрим внутри ничего нет сюрпризов нет внутри и да это лейбл самый лучший здесь наверное была этикетка цена это лейбл качество колитей очень красивая шкатулка вот эту большую вы видели мне она очень нравится с розами так лимош или не лимош не помню франц порцелин нет не лимош другая женюин да другой фарфор не лимош вот это по-моему лимош красивый да наоборот взяла но с одной поврежденной рукой неудобно да это лимош и такие на ножках тоже шкатулки мне очень нравятся красивые вот эта шкатулка она моей свекрови очень красивая смотрится и здесь уже тоже маркировка что это лимош нужно расспросить у ней когда она ей была подарена и кем они были в городе лимош возможно там и куплено да я вам не показала как это красиво смотрится бордовый цвет цветы позолота очень краса красиво эти вазочки вы видели у меня кто не видел еще раз покажу тоже очень красивая для одного цветка это с галантной сцены тут уже такие обнимашки достаточно тяжелая мне очень нравится ее форма очень нравится ее цвет это еще наследство бабушки моего мужа прабабушки тоже лимош парс ландар да красивая да и вот такая малютка лампа Алладина что я хотела вам еще показать это атомайзер так это называется тоже лимош выпускали чуть-чуть он сколот принадлежал тоже прабабушке моего мужа здесь такие цветы и наверное да пахнет еще духами видите когда уже давным-давно пошли эти штучки а сейчас они вошли в моду а здесь мои хорошие такие коробочки таблетниц так я их называю давайте сейчас я сниму перчатку потому что мне будет неудобно одну сниму и покажу вам это из Люрды я думаю что это место всем знакомо если нет погуглите очень часто верующие туда ездят каждый год и это конечно наверное пластмасса да что там внутри о сюрприз посмотрите что-то внутри нашла сюрприз внутри что это такое это наверное когда сдавали раньше кровь значок да написано кровь сос кровь как интересно даже на таком маленьком значке смотрите есть маркировка и наверное это принадлежало кому-то из семьи очень интересно и так же у них всегда было много-много иконок крестиков шапелек вот таких целые пакеты если вам интересно на них будет посмотреть я могу вам показать я у дедушки нахожу просто много-много-много и крестов и вот таких подвесок со святыми так что напишите будет вам интересно или нет это такие таблетницы здесь крест винтажный так нужно их почистить и вот этот пластик он достается по-моему вот такая таблетница и таблетница более большая раньше все так было красиво даже таблетки и все складывали такие красивые вещи теперь все это пластики и неизвестно как красивая да а вот это принадлежало видно кому-то тоже из прабабушки или бабушки не знаю такая ли она была как будто детская шкатулка это пластик винтажный пластик смотрите какие игрушки были раньше наверное игрушки она открывается так здесь еще кто-то есть сокровище давайте посмотрим что за сокровище дай ба дедон дедон как говорят французы так сейчас я руку сменю но этой перчаткой мне будет неудобно поэтому оставлю эту в общем здесь колечки они такие маленькие детские что ли такие интересные пошумливая ну ладно не хочешь не приходи и вот опять же такие кулончики двухсторонние красиво да мне вот нравится красота они привозили очень часто наверное в подарки кому-то в них очень много они туда каждый год в Лурде ездили красота да а это вот колечки и что-то тут еще есть а ведь это такая брошь планка совсем маленькая маленькая посмотрите нужно проверить ее на золото возможно еще и золотая почему нет в общем мои хорошие вот такие у меня были сегодня вместе с вами и находки и показ вам и нужно еще оставить наверное видео следующее для платков вот я здесь пью чай смотрю что у меня осталось вот такие щипцы для сахара красивые это тоже такая купель для мелочи для ключей на ножках на винтажных и что тут еще ситечко такое для чая вот эту шкатулку вы видели в общем сокровища пока закончились на сегодня все давайте наверное попрощаюсь и в следующем видео встретимся уже покажу вам платки все пока мои хорошие пока пока